Часть 2-й том Продолжение следует.... Удачи! Выдавgaucher..." Толстый-толстый. Что, всех уже? Мелон? Здравствуйте, заходим, заходим. Ну, просто почистим, да? Не дырявый. Аккумулятор, я не знаю, что... Он, да, почистил, посмотрел, что там в этом состоянии, он, знаешь, что... Ну, слава богу, кто-то... Аккумулятор внутри, которые... Молодец, брат. Молодец, брат. И вся исполняй сокровища благих. И жизни подателю, иди все лисяны, и очистим всякие скверны. И спаси блаже души наши. Милостивый Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благостави наше собрание и пребудь с нами. Мысли наши направь к горнему. Благодарим Тебя, Господи, за все. Тебе за все хвала. Отец и Дух Святой. Аминь. Сегодняшнее чтение. Послание Святого Апостола Павла к Ефесянам. Глава 5, стихи 7 по 13. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Стих 7. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Но вы, говорит, не сообщайтесь с ними. Потом напоминают им о прежней порочности, говоря. Подумайте, чем вы были и что стали. А именно, из тьмы светом. Прежде и по учению, и по жизни вы действительно были тьмой. А теперь свет. Потому что и Бога познали, и совершаете дела света. Но это произошло с вами не от вашей добродетели, а в Господе. То есть по божественной благодати. Итак, вы не должны иметь общение с сынами противления, на которых грядет гнев. Некогда и вы были таковыми и достойными гнева, но теперь уже нет. Посему не возвращайтесь опять ко тьме, то есть благообразно и как прилично ходящему во свете. Мало того, и для других повелевает нам быть светом. Ибо сын света, конечно, и сам есть свет. Девятый стих. Потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Как бы объясняя нам, кто есть чадо света, говорит. Тот, который имеет плод духа. Ибо дух производит плоды, не те, о которых впереди мы сказали, но противные им. Благость, которая противоположна раздражению и гневу. Правду, которая противоположна лихаимству. И истину, которая противоположна ложному удовольствию и нечистоты. И говорит о всякой благости. О благости ко всем. Не только к друзьям, но даже к врагам. Десятый стих. Испытывайте, что благоугодно Богу. Толкование. Испытывать есть дело совершенных, могущих судить. Поэтому только несовершенному и невежественному разумению свойственно избирать неблагоугодное Господу, каковы вышеуказанные страсти. Стихи одиннадцатый, двенадцатый. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо в том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Толкование. Бесплодны дела тьмы и греха, потому что ничто иное приносят, как смерть и стыд. Итак, не должно принимать участие в таких делах, но напротив, обличать. То есть наставлять тех, которые делают таковое. Как же в другом месте говорит «не судите»? Это сказано вместо «не осуждайте». Иное дело обличение и иное осуждение. Первое служит к исправлению, а второе – к осмеянию и наказанию. А при том же «не судите» говорит о самых незначительных грехах. Посему и присовокупляет, что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего. Матвея 7.3. Намекает также Павел на некоторые неприличные деяния, которые нашли себе место в Эфесе. Стих 13. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть». Полкование. Сказав, что вы свет, а свет обличают скрывающиеся во тьме, он присовокупляет. Итак, если вы будете добродетельными, то не в состоянии будут скрываться лукавые. Ибо как при свете светильника не вошел бы вор, так при свете вашей добродетели будут уловлены и те, которые, если они обличены вашими наставительными речами. «Как рано, когда закрыто, не допускает никакого врачевания, так и грех. Когда же будет обнаружен, то становится светом не сам грех, а делающий его. Ибо когда, подвергшись обличению, принесет он покаяние и получит прощение, не удалится ли от него тьма? Или же говорит, что ваша жизнь, когда она открыта, есть свет, потому что никто не скрывает своей незазорной веры и деятельности. А тайная потому и скрывается, что она достойна тьмы. Это-то и нужно выводить наружу и обличать. Богу нашему слава! Веки, аминь! Ну, а болящих перечислили? Всех перечислили сегодня? Кого-то, может быть, забыли? Пулевод Петрон и как дела там? Ну, там уже болеют. Болеют. Ну, жива. Я просил молиться о моей жене Робе Надежде. Предстояла операция, но операцию перенесли, потому что заболела вирусной инфекцией. Поэтому перенесли пока. Ну, спасти Христос за ваши молитвы. У кого о болящих еще есть слово? Антонина там как-то знает. Звонила? Нет? Кто имел общение с ней? Ну, Николаю Польгуеву всегда помните в молитвах. Его молитвенной поддержки. Он нуждается не только молитвенной, но и материальной поддержки. Я говорю про Николая Польгуева. Чтоб Господь ему дал силу и терпение перенести это испытание, которое выпало на его долю. Нуждаются он и материальной поддержки, и духовной нашей поддержки. Еще кто у нас? Вспоминайте сами, говори, что он нуждается. Да, Михаил? Надя сказала, что Костя задерживается. Там какая-то у них авария, подлежал клапан какой-то у этого котла. Заказали новый. Придет он через неделю только. Бригада уже уехала. Поэтому, когда он придет, придется ему, видимо, самому его монтировать. Поэтому он задерживается. Была только информация о том, что только какие-то бумажные дела нужно закончить, и все, он уже свободен. Таким вот, амошенмастерами оставит, на пожизнении, у этого котла. Цепью, как говорится. Привяжут его там, нахуют. Там что нету уже, раз все сдали. Ну, он уедет дальше. Ну, вот случилось, опять его отсюда, чтобы он клапан поменял там. Есть же какой-то гарантийный срок, Виктор Андреевич. Супер, клапан. Ну, Галя, молодец. Должен быть гарантийный срок, по которому поставщик и производитель должен устранять свои палатки. Палатки, да. Палатки, да, правильно. Не про болящих. Про здоровых. Про здоровых. Благодарю всех за молитвы. Значит, встречи с детьми продолжаются в интернет-содружце. Молодец. Да, вчера спрашиваю, ну, такое простое уже, прошли они уже на сто раз, там еще Катя ведет вас, у них уже, они давно творение прошли, они у них там уже числа идут, они. Спрашиваю, первый день творения какой, свет еще помнят, сейчас как раз о свете говорили. Света не помнят, а дальше все, запутались напрочь. Когда кто, чего, где, все. Я говорю, так, давайте, спрошу вас, как вы учитесь. Спрашиваю, четверки, пятерки у всех. И там такие они мне говорят, там Борис Шацкий, Александр Шацкого, все. Начал перечислять, я говорю, как ты учишься? Сейчас. Пошел такой серьезный, принес там целый список. Я говорю, там чего у вас список, что ли? Он перечислил, штук 10 всяких там наименований у них там. А он там в четвертом классе. Принес что ли? Дисциплина этих там, с десяток. И среди них там есть такое. Я даже сейчас не скажу, как-то. А? ОДСКНР, четвертом классе ОКС. Нет, 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 он не говорил такими. Он мне прям сказал, что-то типа технология, что-то такое. Ну да и по трудной. Это трудно или? Технология какая-то, я думаю. Ничего, в четвертом классе у них технология уже. Такие слова вообще. Страшное дело. Я говорю, вы такие все умные, четверки, пятерки. Я говорю, а чего вы не можете заучить, когда что Господь сотворил? Всего шесть их, шесть, шесть. И два из них очень одинаковые. Вообще очень сильно одинаковые. Они рядом стоят. Давайте еще. Кто? Миша Юров. Он постоянно, как апостол Петр, ревностный. Давай. Что сначала сотворил? Светило или растение? Конечно же светило. Я говорю, молодец. Все. Давайте опять идти. Опять двадцать пять. Я говорю, это Господь нам так вот показал, что у нас мозги-то не на бекрень. Это у Господа все хорошо. Вы там в школу, говорю, учите все это. Солнышко светит, растения растут. У Господа по-другому. Он свет ожидал сначала. Ну да. Да, все. Начинает вспоминать. Потом запутались животные. Присмыкающиеся гады, птицы. Ой, тяжело. Тяжко, тяжко. Очень тяжко. Я говорю, шесть всего. Вы понимаете? Вам какая пятерка? Давайте. Глядите. Сейчас я вам буду перечислять, кто когда там где. Перечислил. Давайте, я говорю, открыли Слово Божие. Прочитали. Какую оценку мне ставите? А не хором. Пятерку. Я говорю, ну молодцы. Вот от вас хоть благое слово. Пятерку мне поставили. Я говорю, а вам тогда? А там вышло, так, я сейчас забыл, где-то их, по-моему. Не помню, кто там из них. Где-то в Казахстане. Я говорю, а у тебя какие оценки? Там что-то восемь, девять. Какие восемь? А у нас, говорит, в Казахстане, такие оценки. Я говорю, давайте тогда мне десятку лучше поставьте. Это в два раза больше, чем пять. Довольные такие все. Там тоже у них нету пятерки же. Ну, в основном там Россия. Ну, в Беларуси есть. И Анастасия Чиркина. Я хочу очень сильно, очень сильно хочу стих рассказать. Я говорю, в самом начале все. В тот раз про нее не забыли, а просто не было времени. Давай, говори стих. И она начинает стих говорить. Длинный. Ну, там, наверное, куплетов четыре по четырестейше. Я смотрю на нее. Вот у нее губы двигаются. И она говорит, вроде бы, не тихо. И вроде бы слова понятные мне. Я смотрю во все глаза. На ее губы, как она шевелит. Слушаю. Вот так уже придвинулся. Ничего понять не могу. Вот чувствую, что рядом улавливаю. А вообще ничего не понимаю. Тупишь. Я думаю, что со мной? И она уже закончила, когда я говорю там бабушке ее. Скажите мне, пожалуйста, это на каком-то другом языке, не на русском, или что-то со мной случилось? Она говорит, это на белорусском языке она вам почитала стихотворение. Я говорю, слава тебе, Господи. Ничего не понял вообще. Вот рядом слова одинаковые, а ничего не понятно. А им надо учить два языка. Они должны знать два языка. Белорусский и русский. На Украине там, видите, они прям восстали бедные. Что не будем русский учить, хотим только украинский. А все говорят на русском. И на фронте там везде. В общем, немножко непонятно. А мы этого белорусского-то не знаем. Хотя отец у меня чистый белорус. Я наполовину белорус из-под Гомеля. Ну, то есть, видите, как сложно детям. Сколько всего надо учить. И я им говорю, вот все хорошо, вы молодцы, кроме одного. Вы должны пятерку иметь по Библии. Понимаете? Вот когда начнутся у вас главные события вашей жизни, будете жить самостоятельно, тут-то все и начнется. Тут-то вы и начнете падать, как горох об землю. А если вы будете знать Слово Божие, любить еще, сами читать, тогда Господь откроет вам очень много дорог разных и прекрасных вперед к свету, к небесам. Так что, видите, нужны ваши молитвы. Да поможет тебе Господь. Поможет нам Господь, нам. Это не занятия никакие, это у меня встречи с детьми. Никаких занятий нету. Они ничего не могут учить. Они не понимают дети. Они должны полюбить это. Тогда будет интересно. Они это считают, как вот, вышел такой бородатый дедушка и что-то там весело рассказывает, там какие-то мифы. Помоги Господи. Да. Братья и сестры, я прошу помолиться о моей внучке Таисии. Больше даже о ее отце, потому что отец, будучи православным, торопляцем, позволяет себе разрешать и даже давать ей, слушать такие вещи, как там Гарри Поттера, какие-то там книги, там и куча этих книг. Она мне как начинает оттуда перескать, сплошные ужастики, там такая мерзость, такая. Я думаю, как можно давать такое ребенку? Как зовут отца? Сергий. Чтобы образумил Господь его, ну, отличать добро от зла-то, ну, надо уметь, надо знать, что давать ребенку. Ну, одним словом, такая вот печалька моя. Еще и Группристолов. Вот, и она занимается в лутыкальной шкуре, и в очередной раз приходил вчера настройщик, настраивал инструмент, я ни на другой не видел. Вот с ним беседа в очередной раз была, он именует себя православным христианином, вот, дал ему литературу в очередной раз, ну, как бы, вот он настроен очень так активно и читает, так что зовут его Александр, помните, что Господь ему дал разумение истины. Как Эльвира же, не знаю. Эльвира, Эльвира прооперирована, это вот педагог моей внучки, Эльвира Петровна Российская, она известна не только у нас в России даже, как педагог, один из ведущих педагогов. Она с 44-го года, а муж у нее с 43-го года, о котором я тоже вам рассказывал. Вот, и она, второе колено ей прооперировали, то есть второй раз ее эндопротезирование провели. Ну, не очень она там складывается пока, первая была операция в Новосибирске, а здесь вот, пока она вот еще на дома, на костылях. Но она такая боевая женщина, да, просто сильная женщина. Так что Господь, чтобы дарил им веру спасительную, вот главное, чтобы они обрели это уже, в принципе, на закате, что называется, жизнь земная, но... Да, ну что, вся жизнь-то, если ты не со Христом? Да. Слово имеется Елена, сестра. Первое, значит, Виктор Савченко просил всем поклон передать. Все у них, слава Богу, нормально, живы-здоровы, общаемся мы с ним. Позвонил мне тоже, попросил песню написать на одной мелодии. Я ему через несколько минут обратно уже подсылаю, он так удивился, все доволен, говорит, пойдем на Пасху, может, потом запишут. Второй вопрос. Через Лену Гладыщев вышли на меня христиане Сербии, я только так и не поняла, то ли старообрядцы они, то ли православные. И разговаривал со мной второй раз, он позвонил, уже поздно было, я тебе не сказал. Иоанн Светлов, он помнит вас, когда вы в Джорданвиле были, в монастыре, и он был еще юных лет, он сказал, и говорит, на меня запало в душу на всю жизнь. И вот они сейчас гостят в Узбекистане у отца Викентия, там. И визу им ждут в Москву, и хотят к нам приехать, сделать вам сюрприз. Я говорю, вы только без сюрпризов, заранее договоритесь, говорю. А то у нас сюрпризы не любят. Сюрприз развернет вас. Да, я говорю, чтобы все было как положено. Будете, скажем, женщина в штанах, сюрприз будет стоять на улице, и примут вас. Вот, и тронула ему видео, когда вы мне Библию подарили, каноническую. Я думаю, и он начал говорить, я, говорит, не знал, что в наше время еще и... Я думаю, что сейчас скажет еще, не знал, что в наше время женщины Библию читают. А он уже такая вся... Может, не каноническую? Каноническую 66. А, не каноническую, да, просто. Вот, вот, вот уже. Не каноническую, 77, да, 77. Спасибо, прошу. Учиться надо. Да. А то ты сейчас нашу историю... Так. Ну, сбила меня. Спокойно. Барня, я не умолю тебя. Ну, что же ехать? Потеряла мысль. А, ну, и вот, думала, что он мне сейчас скажет, что сейчас... Ой, женщина интересуется Библией. Он говорит, неужели в наше время есть еще у кого-то нету ни канонической Библии? Вот он меня удивил. У всех, оказывается, уже есть, кроме нашей общины, мы вот такие тут остались. Он говорит, мы вам собрали там, говорит, В подарок мы вам везем, говорит, Библии, не канонические, да. Мы вам везем, говорит, какого-то формата, прям маленького. В подарок вашей общины. Так что, вот. Такой вопрос. И что он от меня хотел? Он говорит, что нам понравились ваши песни очень. Мы поем в Сербии ваши песни и хотим издать этот альбом. Но почему-то на дисках. Или у них так плохо там еще до сих пор все с этой электроникой, что они до сих пор на дисках слушают. Ну, хотя тут, говорит, именно просили на дисках подарочные. Диски сделать не коммерческие, а просто вот раздать своим там. Он просил меня песни подобрать, какие мне Господь на сердце положит для одного альбома. Двадцать четыре штуки. Ну, я написала. Я говорю, вы заведите ватсап хотя бы. Интересно, они только по телефону звонят. Ничего у них нет. Я говорю, я бы вам переслала и все. Ну, нет, вот на листочке там. Даже не знаю, как они это все будут делать. Связь плохая, тяжело слушать было. В общем, всем вам поклон. Еще удивилась, он говорит, мы за вас два месяца уже, говорит, вынимаем частичку на литургии. За вас, за вашего мужа, за ваших родных, чтобы Бог обратил. Ну, слава Богу, прям. Удивительно, за меня где-то там, на другом краю земли, молятся слава Христу. Церковь наша вселенская, общая. Мы здесь, они там, все друг друга знают, любят. Просили, чтобы Полина еще нарисовала им обложку. Я даже не представляю, как это все будет передаваться, делаться. Нарисуем, Бог даст. Я вот не сказал, я там выступал, когда перед всем народом разные национальности были. По какой теме? Будущей русской эмиграции во свете Святой Библии. Они за голову схватились, что с ними будет. Он как всем мальчиком был. Сейчас он у 40. Вы когда были? В каком году? В 92-м. Ну, в таком подсененок. Совсем был молодым. Еще прошу помолитесь, у меня давление. То, что 90 на 100, то, 180 на 100. Взбивать очень тяжело. Постоянно. Сахар просто полностью убрать из рациона. Да, я и так. Просто убрать. Значит, с этого. Больше никому нет. Значит, сегодня я говорил о предвосхищении. Заранее это нужно. Как вы приняли, я не знаю. Как-то дома еще порассуждайте. Пока нет еще этого, делать нужно. Заранее предупреждать. Уходя из дома, проверить. Горит? Включено? Заранее надо посмотреть. Особенно жертвы где? Вода течет. Включила? Ну, я услышу, я на кухне. А ушла? Нет. Теперь дальше что есть? Это образно. А вот ничего этого не будет. Вот нас закрыть, проще. Все. В один день это придет. Сразу пришли сюда полицейских человек 20. И все. Успевайте, пока есть возможность. А что? Насыщайте души свои. Приготовьте, чтобы у вас где-то было. Русское слово есть, там спрятать, заначка. Евангелие. Он Евангелие взял. Да у нас Евангелие мы раздаем не один, не два, а машины буквально. У нас связи такие есть. Именно Библии. На немецком, на английском языке, если они желают. Да, может быть, и раздали уже. Итак, пока это не случилось, заранее нужно делать. Я говорил об этом. Леонид Николаевич Толстой жил 82 года. И 80 лет, когда было, он говорит, половина, что есть во мне, я получил до 4-х летнего возраста. Хочешь верь, хочешь нет. Вот где главное это. А почему? А не было духовного перерождения, теперь с ним возятся, не знают. О Боге не знают. Страха Божия нет. Молитва его не тянет, посты его тягость. А что бы мне такое сделать? Вот приехал один у меня и говорит, давление. Давление. Что бы мне сись такое, чтобы давления не было? Я говорю, Саша, ты в рот ничего не бери, 3 дня. А работать на катапеллары, как называют, американский бульдозер. Есть ли такие? 5 лет работал на Золотых Приисках, на Севере, когда вернулся. Я попутно хотел сказать. Саша Дорогов, знаешь. Я бы тебе платил десятину? Десятину? Нет. А ты нам не нужен такой, потому что ты вор. Господь говорит, у меня воруете, у Бога. А как быть? Выход только один заплатить. А сколько? Сколько? Посчитай, сколько у тебя лет было? Пять. Какой заработок был? Когда посчитал, по нашим деньгам это солидно. Я говорю, вот столько ты должен отдать, вернуть деньги. Я согласен. Ну, я говорю, давай. Взяла, теперь отнести. Мне не нужны деньги твои. Теперь 144, кажется, северо-западная, где поделенная баптистов была. Вот там, пойдите, там, Пирсов или как его фамилия. А у них тайна есть. Рычаги, прибалтики, печатают подпольно Евангелие, которое раздается вратно. Там, под землей. Их с вертолетов искали, облучали, там искали где-то. Вот им отдай для Евангелия. А теперь продажа не подлежит. А почему? Оплатил ты. Ты знаешь, сколько ты получишь от Бога? Итак, нужно заранее предвосхищать эти события. Никогда загорелось. По уголькам ходить. Ну, может, еще не будет. Вот я знаю, батюшка один. Только, ну, а может, как-то обойдется. Тебе дано право предвосхищать, пока этого не было. Вот когда разбирается, а что между этим священником, женой было, там припоминает. Прямо он выступает, он говорит, сейчас берут на больницу. И ни один, ни два. Выступают два священника сидят в интернете и рассказывают. Сколько случаев было, когда священник убили своих матушек. Это вообще. И при том, причины, как правило, касаются пола. Пол, это два выражения есть. Вот она сказала, что уйдет другому. Ну, теперь что ты? Решил, чтобы никому, ни мне, ни ей? Это как одна такая красавица русская, а там с юга. Ты мне нравишься, а я на тебя смотреть не хочу. Она когда идет, он не знает, что. А у нее коса. И он догнал ее, за косу ухватил, опрокил угору, кислотой пролил в лесу. Теперь какое у нее лицо, зрение никогда уже не вернуть. Понимаете, что? А она могла бы это предвощищать, все оповести где-то или как-то. Я не знаю, в данном случае, а что бы вы сделали? Сопровождать. Из машины не выпускать. Мы их знаем. Вот они когда встречаются, а я и Сулам, они не верующие совсем. Я говорю, вы узаконенные блудники. Вам разрешает четвертая сура, третий аят. Четыре бабы под боком. Один женится, двухсотая свадьба. Но не нарушил. Он когда пятую берет, четвертую выпнул. Двухсотую сыграл. Поэтому нам они, в данном случае, не пример. Я говорю о том, что предвощищать, смотреть, которые были, что есть, такой сказал. Там угрозы. Помолиться надо. Главное упирается. Это пост и молитва. Против этого оружия никто не может устоять. Мы здесь постимся, а на другом конце земли вот так трясет их. Мне один пишет. Вы когда молитесь, я знаю. Вы меня не поминаете в молитве? Почему? У меня такая там поджелудочная, все поднимается. Я не нахожу себе жизнь. Это Бог делает. Мы молиться будем, наоборот. Ты должен познать истину и прочее. Так, я попутал, видишь, чтобы надежда появилась тут. Чтобы туда, через порог, не переступать больше никогда ей. Тут надежда, Дмаха, хозяйничать, она, когда ее нету, тогда я сказал, кто будет, вот, Юлия, почему, куда-то провести, то другое. А она падает. У нас там ребятишки. Это комната детская, а не дедская. Двух выдастся. Дедом. Дедская. Не надо. Итак, предвощищать абсолютно во всем надо. Думать. Мы вот сейчас получаем, если Господь благословит завтра, мы должны думать о распространении. Это потому, что наш труд, касающийся будущего. Я вам заранее скажу, чтобы вот так вот, Новый Завет, толкование Блаженного Феофилакта, вот так стояло за кладками, этого нигде нет больше. Нет. Я первый раз услышал, когда мы были в Клайпеде на ремонте корабля, я пошел только и сразу встретил старичка одного. А он не старик совсем. Я попутно скажу. И он меня пригласил к себе, узнав, что я верующий из старобрящейской семьи. А у нее две девушки, там 16-17 лет. Я люблю, когда у них коса, а они с такими косами. И он у них, Блаженного Феофилакта, толкование. Я в другой комнате сижу, пишу, они пройдут туда-сюда, я никого не вижу. Когда было 24-е Матфея, в это время корабль уже должен был уйти. Я уехал. И потом только в Новосибирске, мои руки попали. Я все теперь, вот это, что есть, рукой переписывал. Машинки не было. Вот откуда это идет. А потом перепечатал. А потом, ну, вкратце, конечно, вел занятия только в УГТУ. Технический университет, 18 лет. А то, что мы, удастся нам переиздать, да еще там будут комментарии 319. Вещь невероятная. Да еще Гюставо Дарера с Кразом 230, да 10 снимков там цветных. Ну, такие классики, которые есть на мои комментарии. Но Господь все это сделал. Вот оно перед вами, вот, видите, это новое. Изготовленное в Можайске. Вот они лежат где-то. Пока можно, приобретайте. Пока можно. Завтра одним махом у меня было, когда арестовывали. Сразу раз, еще нет. Но мне Бог позволил это знать. Первый арест, когда кончился, я ходил с сумочкой, в которой постиранное белье и сухари. И 5 лет с половиной я ходил в храм на работу, сумочку из рук не выпускал. Неприкосновенный запас НЗ. И когда меня арестовали на работе, у меня все готово, я встал, я готов. А когда домой привезли, батюшка подарил мне валенки там, кажется, и какое-то пальтишко. Я сразу надел, все сухонькое. То есть мы должны заранее к чему-то готовиться. Я напоминаю об этом. Ученики так готовились, слова Христа не так, может, поняли. Они ждали, что Он придет при их жизни на землю. Это буквально такое называется алармовое состояние. Английский аларма – это тревога. Ну и теперь мы понимаем. Скоро придет, рядом придет, в 2000 лет. Но события, какие есть сегодня, они невероятно точные выполнения, которые предсказаны Богом. А как? Напитайте душу Словом Божьим. Найдите людей, у которых вы можете оставить что-то Евангелие. В случае чего, когда отнимут, от моря до моря не найдете. А скажут, а я найду ее. Раз туда. Вот меня когда арестовывали, у меня только дома было примерно шесть заначек. А они все найдут. Я-то долбил в стену, а стена зацепным была, которая. И они начали искать где-то вот такая вот, там когда-то, обои. И там надо тонко-тонко найти в одном месте, дарнуть, и обои, она точно идет по этим квадратикам. Ну и все. А у них уже свидетели карманов и тупицы два, которые свидетели будут. Но духовку я в погребе закопал, и там что было? Я и сам едва его нашел через 30 лет. Вот как поэтому надо разумно и знать куда и где. Вот у нас тут был один юноша, или мужчина приходил, я у него. А когда он умер, ну кто-то с ним знал, Словерно. И принесли книги. Вот ушла сестра у нас, она, сколько было этих коробок, вот брат Михаил принес. Ну мы сразу тут, куда могли, раздали. Основные мои архивы были. Заранее подготавливайтесь. Пост, молитва, чтобы у вас были друзья. Как разговаривать. Да я такой, подожди, ты там не был. Нехорохолься. Не тебе подряд. Он начинает там разговаривать как-то. А который стоит рядом охранник, а их никто не видит. У него как кастет, чугунный. Он как ударил, почти все зубы во рту оказались. Кровью захлебываются. Как разговариваешь с начальством? А что говорить? По милости Божьей. Я говорю о себе. Вот у меня ничего этого не было. В моей жизни нехорошего милиционера, КГБ военных не встречалось. Не встречалось. Но я могу сказать заранее. Вот тут идешь, когда к мосту, и там плита погиб, Бавария где-то. Кто может показать фотографии, какие у меня, что с мэром города, мы там по рукам, вот это место, целуемся. Я ему многое сказал. И может быть, но я думаю, он верующий был. Я звонил об этом. Типографии везде. Видит, он там золотухи на ребенку держит, в церкви стоит где-то. Я молюсь, прости Господи, если не так. Приготовьтесь, вы не знаете, где будет. Соломон говорит, если пути человеку угодны Богу, то он и врагов его примеряет с ним. Я вот уже не раз обращался, ну, брата Себастьяна нету, найти мне прокурора, Парас Куна, про него много написано. Я так должен перед ним. Я ему книги все приносил, он никак. Но все равно я ему дал. Новые книги есть. Он говорил, фотографироваться нам нельзя, потому что такая его должность. И он помогал. Вот потерять там скот, убрать куда дальше скот, землю нарезать, это все его работа была. И здесь, в этом доме, тоже какое-то участие имел. Занятием, которое он ходатайство давал, там, и сильнее делать. Мне нужно его найти. Кто умеет искать? Мы же его нашли. Ну, давай мне его. Он не согласился. А? Не согласился, говорит, потом. Надо сказать, ну, сказали, что это я говорю. Да, да, да. Он говорит, я помню, да, и вам покомнят. А твоя Диора работает, она где-то там, Краснодар, или где-то она, Диора. Ростово. Она, как бы сказать, работница у одного генерала. Она возьми-то произнесла, он сразу связался с этим генералом, и все. Они друг друга, оказывается, знают. Мне нужно увидеть его. Еще раз позвони, скажи, я настаиваю на это. Я тоже не вечный здесь. Что меня Бог терпит, столько уже 85-й год, и даже Бог знает. Но молятся всюду и везде. Вы посмотрите, за нас на крещение, на правильное, приезжают, которые сейчас здесь бывают, фауру, Ливан. Они напрямую не могли. Сначала в Египет надо было лететь, а Египет нейтральное. Через них тогда сюда. Дальше. Из Италии, из Франции, из Германии. Это у нас только которые люди были. А они получали очень многое, то, что у нас есть сокровища. И поэтому мы должны все время просто благодарить Бога. Какие у нас люди, типографии. Я так боюсь все время. Вот сейчас все эти дела ведет сестра Елена. А раньше я занимался, никто тут не помогал. Не было никого. Вот это издание, вот это, по сегодняшним деньгам мне обошлось 55 миллионов. При минимальной пенсии. И сейчас, то есть, недаром это все делают. Какие книги. Поэтому надо предвосхищать следующее, прямо к нам стучащее событие. События здесь рядом. И чем больше мы стараемся в приближении Дня Оланова, тем более стараемся быть готовым. А не так я успею. Нет, это сегодня. Примирение. Добродетель. Пост, молитва, бдение. Бдение никто даже не знает. Это от ночи оторвать кое-что. Помаленьку. Я делюсь с опытом своим. Мои годы, моё богатство один человек пел. Так вот, богатство в том, что я стал не на храпом лезть, а по пять минут отрывать. И уже через год у меня на сон уходило шесть часов. Стало где-то три с половиной. И, наконец, я довёл сон. Два с половиной. Каждые сутки никогда не умело жить. Иначе бы это никогда, когда люди смотрят, это невозможно и сдать, и это непосильно. А я не один был. Мне Господь помогал. Вот, бывает, я где-то маленько как бы проснул, ну, ложусь, когда и... И вот только, ну, вот прошёл время, прям махало головой. Ну, я же слышу, я сразу соскочил. Чего они там мне стучат? А они не стучат? Вот вы понимаете, как Господь делает? Днём, сидя, когда я уже совсем не могу, я вот так вот на скамейку сделал палочки такие сзади, там, как со спинкой стул, около печки. Господи, мне бы минут пятнадцать. Пятнадцать минут по стенке. Прямо около ушей. Не могу привыкнуть. Я начинаю соскакивать. Кого, кто, удивей, кричу, а потом, Господи, прости, ангел мой, благодарю тебя. Это Бог только делает. Я делюсь опытом, предвосхищайте. А то такие бывают, что не разбудишь. На руку не взял его, хоть выкинь, хоть что-то, какой есть, мёртвый буквально. Чуть только тронуло. И всё, как Златоуст говорит, и горы огласились пением. Только тронь. У тебя уже и песен знаете. Вот я сегодня, это редкий случай, я прочитал вам стихотворение. Понравилось? Да. Я не скрываю, что это не моё стихотворение. Храпова. Он сидел двадцать девять, кажется, лет. Как его зовут? Так? Николай Петрович. И так он его, да. Я сказал, что... То есть, опять же, наши вот эти дружбы, хорошие отношения с сектантами, они плоды дают не сразу. Вот мы здесь, на Градище 67 у них был, который всех Б. Ну и тут стоит человек, обычно как они? Братья и сестры, тоже сестры. У кого есть привет из других мест? Ну, стоят, говорят, мы из такого-то места, привет. Хор наш, вашему хору. Всё время так. А дальше не идёт. Человек-то с другой местности. А он не привозчик к этому. А он вышел и стоит посередине там двора. Зима. Я подошёл. А что стоять? Так идти некуда. Как никуда? А я куда делся? Ко мне. Сразу со всех сторон выскочили бабки-баптистки. Не ходите, это волк. Он у нас только овечек украл. Вот она одна из этих, ой, овечек сидит. Вот она. А от неё что? И мать по-христиански, и дочери верующие. А у её мужа отец и мать пришли. А я пешком ходил из-под моста, там улица. И туда, где Аза или как? Вот так. Ну, туда, близко переходу через Барнауку за тюрьмой. Это Бог делает. И когда начинаешь дальше смотреть, никогда не думал, что я сделаю, что так будет общество. А общение сказать такое. Как? Наденься на Бога. Вот первая книга у нас с открытым оком. А их 33. Бумажном варианте 30. У неё не написано какой том. А нету. Почему? Потому что я не знал, будет ли одна книга. Ходили к нам на занятия. В ГТУ главное. А у ГУУ я вёл тут 5 разных институтов. Но там меньше. Это Аграрный. Главное там, потому что там был свой ректор. И проректор. Проректор свой главное было. И вот здесь, туда на занятия приходили старые обрядцы. И они говорят, вы раздаёте вот эти вот газеты там о посте, о милостыне. А это вы в книгу сделать. Как в книгу? Так вот. Это газета, она на перегибах. Кто-другой возьми, посмотри. Там не написано. Так вы книгой сделаете. А кто у вас будет корректор? Я говорю, что это такое? То есть абсолютно на чистом месте. Ну и вон она книга о Христовом Православии. Это 440 страниц. Завтра мы ждём их о Христовом Православии. Примерно 880. Там 480 страниц, кажется. Вот как. Почему? Потому что я не пренебрёг. А они сказали, и сказали правильно. А теперь другие сказали, вопросы вам задаём. Мы не записали, и они пропали. У-у-у-у, тысячи вопросов. Но как только сказали, я стал сразу откладывать их. А когда писать стал, первый том, гляжу, не вместилось. И теперь 33-й том, не вместилось. Дело-то Божье какое. А вот предвосхищать, это, со старобрядцами была связь. Там Куц, один такой, там, который эти бутлетки и светные делали. У него какая-то болезнь была, как говорят, летальный исход. А слово летальный, как будто человек летит и улетает куда-то. Ну улетает, ну что, ты жал, улетаешь? Да, он Игорь сбать его. И вот двое детей были. Вы знаете эту историю? Какие у него дети были? Старобрядцы, если таких, пока детей не заберёшь, там прищищать не будут или ещё что-то. Своих сращают там. И вот сюда пришёл его сын, помните? И принёс книгу, если Господь благословит, я на следующий день принесу. Старобрядцы издали Евангелие от Луки в Новом Переводе. Это ещё раз. То есть сделали всё возможное, чтобы никто ничего не понял. Главное, на церковном славянском. И теперь, которые... И иконы такие, даже никогда себе не подписать и не знал, во чём, кто там такие вот такие. Это, ну, с пальцем, это рука такая. Ну, как они рисуют. И вот он принёс в знак благодарности, что был в лагере Роман. И теперь он научный работник в Академгородке в Новосибирске по каким-то делам. Смотри, какие корни, куда идут. И он пришёл отблагодарить. Ну, а я, говорит, вас слушаю, считаю. Вот как. И поэтому слово предварять, заранее представлять и какие-то поставить там преграды к этому. Или подготовку к этому. Вот сказали, такие-то там где-то едут. Если только специально, надо позвонить, сказать, чтобы не ездили. Не надо, нет зачем. Я не слышу там и прочее. Я не то что занят, а перезанят буквально. Каждый день я не была же 14-16 часов за компьютером. 123 тематических занятий, которые были, они готовятся к этой же книге, которая будет в пяти томах. Я уже дошёл до 520-й страницы. Сам полностью молочу взятые из этих книг. И теперь люди, которые помогают, уже 34 человека, наверное, я вот говорю, видео снимают. Эти люди берут и теперь перепечатают, что я говорил. А теперь, что я говорил, то не расслышали, то я прошепеляю не так. Теперь мне заново придётся всё просматривать, но в готовом виде редактировать. И тогда только попадёт туда. А лучше никто не... Я не знаю, какое слово вставить-то. А это мои слова, я их сразу вижу, что там и нет. Она вопрос ставит. Я сделаю. Вот помните, помогите. И это вы будете участвовать. Если вы жаждущему чашу холодной воды подадите, не пропадёт ваша награда. А тут не чаша холодной воды, а реки холодной воды в жажду. Вот я и хотел. Это вы себе заранее подготовите. Будете что показать, когда душа пойдёт по мытарствам. Вы здесь будете. И дальше, которые помогают сейчас перепечатать. Я сейчас беру фамилию, там имя, чтобы кончиться. На последней странице были напечатаны все имена корректоров. Уже начали высылать. Прости, Христос. Аллилуйя. Александр Долгов жилой ещё или нет? Не знаю, связи нет. Дорогие сестры, я вспомню сейчас печалование сестры Ирины Устиновой, моей кумы, о моём крестнике, о её сыне, который уехал из Потеряевки. Приехал, он сейчас в Камне живёт у сестры и учится там в Камне. Вот она печалуется о том, что он вышед из общины Потеряевской, чтобы его там не очень-то растрилили в этом обществе, в новом. Ну, то есть, вот такая просьба, чтобы Господь его сохранил. О том, в чём он, что имеет, чтобы не растерял и чтобы не обрёл пагубное влияние окружения. Степан. 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 Ирина. А Исаака, да, ну про Исаака помните, что Исаака вот мобилизовали. Нет, призвали. Ну, мы имеем в виду призвать просто на службу. По сроку. 18 лет исполнилось, и он в бредах армии российской. Он будет альтернативной или всё равно так? Нет, это обычная служба. А чё ж так? По годам. Ещё у кого есть слово? Я ещё что-то скажу. Да. Вы заходите на наши каналы. Я выставил этот материал, он не открывался в сайте. Не открывался, не открывается и всё. Ну, наконец, кому-то я дал ключ, там зашли и разблокировали. Очень интересное событие такое было. Может быть, слышали даже. Когда я приехал в Грузию, отец нам там был ещё и не отец, и он повёл меня на собрание к баптистам. На грузинском, на русском, кажется, на диргестанцам. И только объявляют, и два часа я веду занятия. Первый раз это проповедую говорю с ними вместе. А потом он повёл к одной бабушке. А у ней библейские мотивы. Вот, примерно 100 гравюр Герстава Даре, и на эти какие поэты, что писали. А они, поэты-то, близ каких наций бывают где-то. И вот там дочь Ефая. Написал в стихотворении поэт Фрук Семён Григорьевич. Вот когда это вышло, она не даёт этого. Я говорю, давай вернёмся, помолимся. Бабушка, я вот уеду сейчас. А я как раз этим занимаюсь. Вот мы перепечатаем. Найдём людей, которые считают художественное слово, артисты, актёры там где-то. И она согласилась. А теперь помолитесь сами, чтобы добровольно отдали мне эту книгу на время. Она молится, и мы сохранили. Такая будет плёнка. В самом начале она молится. А потом, когда мы перепечатали, я воображение, может, неправильно, но я вижу, вот это стихотворение должно вот это читать. Тогда его не было. Другое вот, вот она должна там читать про женщину. И вот это Фрук, тощи Ефая. Я стал с артистами знакомиться, там театры, где меня с роду не было-то. И вот здесь один был, он приходил здесь, вот был. Здесь, в нашем месте, сфотографированном месте. Общинников Эдуард Дмитриевич. Как он считает? Вот сколько людей, я знаю, были, и он говорит, он не просто говорит и считает, нет. Он рыдает. И кто слышал про соизоляцию, я выставил, позавчера в интернете стоит это, где общинник Эдуард Дмитриевич считает. А стихотворение это, вот у меня они все по 9 куплет, а потом, кажется, 44. Как он воевал, как пришёл, как дочь он встречает. Вот дочь, моя дочь дорогая, говорит и сам рыдает. Вот, если зайдёте, вы постарайтесь найти во свете Библии. Там я выставил, закачал туда. Ну, просто кверху, книзу продёрнете. И стих там этот есть, да? А? Стих там тоже этот. Я туда перегнал уже, всё. Как надо считать? О чём говорится? Хотя, два варианта, что она стала девственницей и не вышла замуж, а оплакила девство свою, зачем бы было сказано? И второе, что он её зарязал там, или как я, и сожгли на алтаре. Вот так. Этого не может быть. В одном месте, когда Израиль воевал с кем-то, и те уже теряют всё, и который там запечатанный, и на... Ну, кто же? Враг. В городе. Он взял, кто будет у него наследник, и наследника заколол и придёт в жертву. И до того евреям было противно, что они отступили и ушли оттуда. Газа помню. Поэтому, чтобы евреи это делали, когда даже скотину-то не каждую они кололи, а дочь свою. Нет. Я, например, это не верю. Нет. Вот я-то хотел сказать, чтобы вы зашли, как надо читать, как надо любить Слово Божие. Вот он меня на дому насчитывал, а там меня дома много технопрения насчитывал. Остану я говорил, вижу, какой голос, «Пожалуйста, ты будешь». Поехал на Сибирский театр, там нашёл, он заслуженный артист, Роспосэр или СССР. А я воображал. Я воображение моё привело. Однажды встал я утром, Надежда Васильевна Игоревна, я сейчас сон такой видел. Прямо. Мне нужны люди насчитывать архипелаг ГУЛАГ, мученики 20 века. Я голос слышу, прямо кто. Но не я. Только говорим в это время в дверь. Она открывает дверь, говорили, что стоят. А один из них как раз Яковлев. Геннадий. Там станет эеромонахом. Вот. Геннадий, как его? Яковлевич. Ну, которого, конечно, их там голову-то, говорит, отрезал, бросил в алтаре на престоле. И вот если только так смотреть, вот Господь предусматривает. Он стал считать, это его голос. И он, главное, только один раз послушал, а баптисты завезли показать, какого человека они нашли. А он от Одессит закончил только университет. Ему не дают диплом. Он умер. А он у меня побыл несколько часов и стал православным. Потом станет батюшкой. Потом станет эеромонахом. Видите как? Но это уже заранее Господь сказал. Вот мы как-то с ним шли тут, северо-западной. Он говорит, это неправильная история. История в других руках. У Бога и кто ее сейчас делает? Я говорю, да как она, не Барнаулка там называется? Я не знаю, как это, вторая маленькая речетка. Пивоварка. 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 Да и у нас там зовут Гавенка, но неправильно, конечно. Ну, там всякий мусор, то, другое. Ну, мы дошли только до моста, которые прямо около нашего. Вторая статья 62. Он говорит, да как же я учился столько лет? И веришь? Каждому слову. Я говорю, есть такое масон, есть протоколы, там все предсказано. То есть они за пределы религии Бога выходят, а у них ничего нет. А остальное это не так просто где-то. Я дальше показываю. Смотри, был Рейган. Он сильно хотел быть президентом. Но он-то среди них, но среди них там еще есть верхушка, которая всем руководит. И он опечаленно идет. А тот подошел, говорит, по плечу похлопал. Роня, не обижайся, следующий президент будешь ты. Еще нету, еще загораются огоньки, там демократическая, какая партия там. Еще ничего нету, еще этот президент не посадился, а следующий уже у них назначен. И так и сделали. Я им это все показал. Почему я 14 лет этой теме отдал? И благодарение Богу у нас это все высказано. И человек, который считает, опровергать никто не будет. Прости, пожалуйста. Слава Христу! Аллилуйя! Заканчиваем, как обычно. Достойно истинно, блажей Тетя Богородицу, Тристо блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сомнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебе величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло, просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Егова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву из Дианя Вух как жертву вечерней благоухания приятной перед присолом благодати Твоей Божия. Ты совершил, сотворил этот мир и как зиждитель охраняешь его. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, кому возвестили слово истины, которые что-то знают о Тебе. Положи им на сердце твердо верить в то, что примирение с Тобою, Отец Небесный, возможно только при жизни на этой земле, что за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе, Божья, хвала, Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Младыка, слушает и дослышит рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Аллилуйя. Не упади потихоньку. Так, за руку и потихоньку туда проведем, чтобы не упало.